Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях расскажу вам я, Ксения Цурко, и мои коллеги. Перейдем к главным темам выпуска. Почему эксперты считают нынешнее время наиболее выгодным для ипотеки? В отношении свинокомплекса Вишневский завели уголовное дело. Самое большое граффити в Иренбурге скоро появится на площади имени Ленина. Об этом и многом другом далее в выпуске. Россияне взяли ипотеку почти на триллион рублей. Эти данные приводит Центральный банк по итогам первого полугодия. Почему эксперты считают нынешнее время наиболее выгодным для ипотечного кредитования и что делать тем, кто взял суду еще в кризис? За 7 месяцев 2017 года около 500 тысяч российских семей взяли ипотеку. Общая сумма суд составила почти триллион рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее. Экономисты обещают, что спрос на жилищные займы будет только расти. Число заемщиков увеличится из-за рекордно низких ставок. В начале августа крупные банки стали выдавать кредиты по 10% годовых. Раньше россияне кредитовались и по 12% и по 14%. Снижение ставок повлияло в значительной степени на спрос среди оренбуржцев и, конечно, стали больше брать ипотеку. Больше степени повлияло и субсидированные программы, которые сейчас есть у банков с застройщиками. То есть там более снижены процентные ставки. Ну и люди, конечно, больше хотят приобретать квартиру новую, поэтому в большей степени данного стройка приобретают. Спрос вырос. За последние 4 месяца, если мы берем с мая, то каждый месяц у нас идет прирост от 5 до 15%. Все благодаря тому, что наиболее были приятные условия по ипотеке для покупки именно сейчас. Ставки не то что на докризисном уровне. Ставки гораздо ниже, потому что даже до 2014 года мы не видели, чтобы ставки по ипотеке были, например, 6%. А сегодня такие ставки есть. Ипотеку взял в 2013 году, в декабре 2013 года. На тот момент были скидки. Ставка у меня вышла 11,5%. Львиная доля зарплаты моей выходит на ипотеку. На зарплату жены мы покупаем продукты, ходим в магазины, одеваемся и так далее. Все мои друзья так живут. Для тех, кто уже взял ипотеку под высокий процент, еще в кризисное время специалисты рекомендуют рефинансировать свой заим, то есть перевести его под более выгодные условия. Тогда переплата банку может уменьшиться в разы. Необходимо каждому, конечно, просчитать выгоду. То есть даже если будет процентная ставка отличаться на один процентный пункт, для заемщиков это выгодно, даже несмотря на то, что у него возникнут новые расходы, связанные с оформлением ипотеки. Это то есть расходы на оценку, на страхование. Поэтому необходимо просчитать и рефинансировать, конечно, нужно. Потому что сейчас многие банки предлагают ставку по рефинансированию 9,5%. Например, если вы взяли у банка сумму 1,3 млн. под 14% годовых на 180 месяцев, ваш ежемесячный платеж составит 17,000. Если вы рефинансируете эту ипотеку, то ваш ежемесячный платеж уменьшится почти на 4,000. Такие расчеты вы сможете сделать по формуле, где а. платеж, б. сумма кредита, c. количество месяцев, на которые взят кредит, d. процентная ставка по займу в месяц. Если у вас указана годовая ставка, то нужно поделить ее на 12. Например, 12% годовых – это 1% в месяц. Так, для рефинансирования ипотеки вам понадобится собрать документы. Как и при первоначальном оформлении, вам нужны справка о доходах, копия трудовой книжки, паспорт, СНИЛС и сертификаты, если они есть. При рефинансировании к этому пакету добавляется кредитный договор, график платежей, справка об остатке, выписка по счету, справка об отсутствии просроченных платежей и свидетельство на собственность. Ну, неохотно к этому идешь. Думаешь, ну, вроде я сейчас плачу, все нормально, как бы, да. Но если бы я знал, какая это реально выгода, я бы пошел и рефинансировал. Конечно, очень охота сэкономить и больше денег оставить для семьи. После подачи документов вам предстоит пройти еще ряд процедур. Это оценка недвижимости, согласование объекта и новое страхование жизни заемщика и жилья. В настоящее время крупные банки обещают падение ставок еще на несколько процентов. Однако экономисты рекомендуют не ждать более благоприятных условий и брать ипотеку именно сейчас. Специалисты опасаются, что вместе с растущим спросом на ипотеку увеличатся цены на жилье. Гульнара Довлеталинова, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ. Следственный комитет завел уголовное дело в отношении предприятия «Вишневский». По данным следствия, организация завысила стоимость работ на 50 миллионов рублей. В 2015-2016 годах предприятие получило субсидии из федерального и регионального бюджетов, как считают в сельственном управлении, на сумму больше положенного. В связи с этим следователи УМВД и УФСБ провели обыски над предприятием, где это документация и электронные носители информации. Напомню, в понедельник трассу Оренбург-Солилецк перекрыло около 100 работников свинокомплекса «Вишневский». Сотрудники организации были напуганы действием правоохранительных органов и вышли на улицу с требованием к власти разъяснить ситуацию. На десятерых участников и двух организаторов митинга составлены административные протоколы. Водителям тракторов, которые были выставлены на трассу, назначен штраф от 500 рублей до 10 тысяч. Ближайшие пять лет Россия может войти в пятерку самых популярных для медицинского туризма стран. Это значит, что в нашу страну чаще станут приезжать для получения лечения. В марте 2017 года Минздрав создал специальный проект по развитию. По словам авторов документа, проект начнут реализовывать в нескольких городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Томске. По планам Минздрава реализация программы увеличит число иностранцев в России до 500 тысяч человек в год. За прошедший период 2017 года в Россию приехали 14,2 тысячи медицинских туристов. Отмечу, что ранее Минздрав сообщал, что сейчас в России не хватает около 11 тысяч участковых терапевтов и педиатров, а также примерно 24 тысяч специалистов. Традиционный кросс нации пройдет в эту субботу. Ежегодно в Оренбургском забеге принимают участие около 10 тысяч человек. В этом году организаторы изменили место кросса. Мы его проводим на прилегающей территории стадиона Оренбурга. Это новая 17,1. Это между стадионом Оренбург и улицей Пролетарская. Перенос кросса связан с реконструкцией пешеходного моста через Урал. К месту проведения забега будет организована парковка для личных автомобилей с улицы Прохоренко на прилегающей территории стадиона Оренбург. Пройти регистрацию на акцию можно до начала забега 16 сентября с половины десятого до половины двенадцатого утра. Подробную информацию можно узнать по телефону 30 53 12 или на сайте oringorsport.ru Самое большое граффити в Оренбурге скоро появится на площади имени Ленина. Художники приступили к работе ночью 14 сентября. На протяжении трех недель горожане смогут наблюдать, как безликая стена приобретает яркие краски. Забор 53 метров в длину и 8 метров в высоту сначала закрасили для фона, а ночью уже наносился контур. С помощью специального проектора выводилась картинка, по которой граффисты рисовали. Инициатор проекта – компания Офанет. На этом месте, на площади Ленина, мы проводим проект «Весенний бал». И каждый год, который мы проводим ее на площади, мы репетируем здесь выпускники. Это самое красивое место в городе, и все видят вот эту серую стену, которая скучная, и она грустная, и такая непозитивная, мягко говоря. Такие шикарные праздники и такая грустная стена. И мы подумали, что самое крутое, что можно сделать, это сделать и эту стенку, чтобы она отражала вот это праздничное настроение, праздничное состояние. Идея была сразу понятна и ясна. Наша компания начала с мечты, мечты человека познавать мир и делиться этим с друзьями. И мечта – двигатель человека вперед. И поэтому мы точно для себя решили, что это будет связано с мечтой. А что там будет, я вам не буду. Пока рассказываете это на протяжении трех недель будет рисоваться этот рисунок. Приходите, смотрите, делайте селфи. Через три недели центральное место нашего города приобретет совершенно другой вид. За ходом работ можно наблюдать круглосуточно на сайте mapsufonet.ru. В следующем выпуске новостей мы познакомим вас с художниками, которые рисуют самое большое граффити в Оренбурге. В эту субботу в Оренбурге состоится событие, которое объединит всех первоклассников города. Праздник «Дети. Наше будущее» начнется в час дня в парке 50-летия СССР. Мои коллеги побывали на месте встречи школьников и узнали у организаторов, что ждет ребят. Сегодня 15 сентября. Мы находимся в парке 50-летия СССР. Это самая главная аллея. Я думаю, многие здесь прогуливались. И вот сейчас вы видите, ребята готовят место, откуда будут вылетать шары. Это секрет, конечно, но все-таки здесь 8 тысяч шаров будет. Это все равно количеству первоклассников. А шары будут закрывать аллея. То есть весь праздник, сама суть, это фотографии детей с их мечтами и профессиями. Кем они хотят стать? И с их именами. И поэтому вот здесь вдоль аллеи, 290 метров, то есть почти 300 метров, будет выставляться аллея всех детей. Здесь будет находиться зона квеста. Давай пару слов о том, что такое квест. Квест – это когда первоклассники вместе с учителями и своими родителями объединяются в команды и проходит ряд станций. Выбрали топ самых популярных профессий среди детей, и их смогли реализовать. И ребенок сможет понять, как работает там врач, как работает окулист, как работает растеневод, как работает полицейский. Впервые в прошлом году мы сделали научный естественный музей под открытым небом. Людям очень сильно понравилось. Суть очень простая – объяснение законов элементарных физики на тактильном уровне. То есть ребенок что-то там делает руками и понимает, как работает закон притяжения. Что-то делает и понимает, как закон еще какой-то работает. Такая вот крутая, интересная научная вещь. И в этом году мы ее усилили. Будет еще больше экспонатов. Между двух фонтанов будет располагаться зона игр, где будут интерактивные игры. Ну, такого настольного формата, тихие, спокойные. Большие шашки, большая дженга, большие классики разнообразные. И много-много фотозон будет связанных со школой, потому что каждый мечтает сделать красивую фотографию, связанную с первым сентября. На главной сцене будет уникальная вещь – театр юного зрителя из города Уфа. Приедут с постановкой, спектаклем волшебным. Это на современный лад с современными шутками. После сказки совершится чудо, потому что наш праздник посвящен мечте. Чтобы мечта сбылась, надо закрыть глаза, представить ее и отпустить шарик в небо. В Санкт-Петербурге новые трамваи сошли с рельсов трижды за неделю. В загадочных российских технологиях разбирался наш гость из Сербии Мирка Здравич. Смотрите «Из России с любовью». Здраво! Не за горами чемпионат мира по футболу, который на этот раз имеет честь проходить в России. Города-участники активно приводятся в человеческий вид. Вот и в Петербурге было решено прикупить новый трамвай. Ну вот что-то пошло не так, а точнее поехало. Третьего сентября в Приморском районе трамвай сошел с рельс. И все бы ничего, дело житейское. Однако через пять дней история повторилась. Такой же новенький трамвай сошел с рельс на улице авиаконструкторов. Пользователи сети начали обвинять во всем убитые рельсы. Но думаешь, это остановило паровозика? Правильно! Он так и ехал дальше. И вот 10 сентября еще один обновленный состав пошел против системы и сошел с рельс на проспекте испытателей. Опять? Что? Опять? Такое бывает? Так облажаться. Очевидцы, впрочем, не удивились. Не впервой. Говорят, всему виной старые трамвайные пути, которые не ремонтировали с 90-х. И чиновники, которые не удосужились привести их в порядок. Хотя это неудивительно. Традиция-то стара как мир. Ездить на всем новеньком, по-всякому... Ну, вы понимаете. Другие совершенно точно знают причину происходящего. И не без доли иронии вспоминают вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, который в причинах протечки Зенит-Арены за 43 миллиарда увидел вину Бакланов. Ну, Бакланов-то действительно хватает. А может, это все-таки случайность? Какая случайность? Раз, это случайность. Два совпадения. А три – это уже закономерность. А четыре? А четыре – это у нас. Петербуржцы, конечно, не без опасений надеются, что случаи больше не повторятся. И трамвайные пути все-таки заменят. А может, дело не в путях, а в самих трамваях? Ну, не приживается у нас новая техника. Что тут поделаешь? До скорых встреч! На этом у меня все. С вами была Ксения Цурко. Еще больше новостей найдете в наших группах в социальных сетях. Всего доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова